мои дорогие телезрители мы начинаем наш сразу с природы смотрите какая благодать новый хайк 8 целых девять десятых миль то бишь около 14 15 километров что-то в этом роде и смотрите океан вон там клёво прямо видно ребятки вот это моя новая лапочка я потому что обзорчик на ней сделаю но это клёво это просто три литра дурина которые сейчас вот так и в горный горный серпантин валивал а а где камера здесь где то есть где то есть камера маленькая с которой я видел этот камень где ты где то есть а а вот она так отлично подъезжал смотрел клёво так ну чё на шайк начался я в восторге думал блин расстроился что нафиг я шорты не взял солнце светит такая жара горы как бы заехали прохладно достаточно мои новые хайк шуя в лес шарфик достал только ветерок прохладно не связь пропала у меня тоже хорошо я что . нет так ребят смотрите птички поют благодать подъема на сегодня около 600 метров вот так что идем идем прямо там вот у маруси карта вот это помните я рассказывал одном из прошлых выпусках онлайн его я такая и ну и карта она прям показывает там подъем потом спуск опять подъем спуска вот в этом ущелье это что-то вроде каньона огромного в котором мы будем гулять здесь горах и там в ущелье водопад что там она говорит все по-другому я опять все напутал вы это все слышали так что идем на это горное озеро с водопадом и вдоль этой речки идем дальше ухты огонь паутина я уже вон тоже над единиди спереди идеи мне кусочек достался видимо только аккуратно я смотрю под ноги дем вот и какая благодать не жарко да хорошо смотри какой шерстяное дерево я в шоке офигеть ребятка тут прям толпа шерстяных этих деревьев смотрите это дерево вот но на нем вот так трава растет прям на дереве и со всех со всей коры и вот лысое есть есть шерстяное есть волосатая и мы идем я просто испугался это ребятки это не ящерица это саламандер смотрите саламандра какая клевая кто биолог ребятки ботани кто это он даже не не боится он просто ходит за как его дом ну дай веточку беру я тебе помогаю видишь ты меня только не ешь какой клевый ты красавчик лавка ведает у меня таких миллион до клевого давай мы домой заберем жить у нас будет будет веселее в интернете он к 100 таро будет жить все эти ребятушки шишечки вот вот шишечка от них ищешь их такие огромные которых голову размер были вот это вот этот саламандер клевый такой я думал его погладить а потом думаю мало ли он какой-нибудь там ядовитый фиг его знает эта клеточка до него чуть-чуть а ему пофиг он такой почеши мне вот здесь как весь так я думаю ладно иди тащить дальше мы идем цветочки кстати с рюкзаками я марусь и маленький рюкзачок купил только 10 литровый смотрите гламурный вот себе такой же как у маруси большой 30 литровый хавки набрали короче там колбаса яйца вареный сыр хлеб паприка но мы здесь планируем часов на 6 маршрут у нас такой 13 километров с подъемами с фотками вот такие вот небольшие подъемы но общий подъем 600 метров так что вот ребятки идем там потом будем кушать день слышите этот треск караеды какие-то идем так ребятушки смотрите вот вот такая вот дорога прелестная легкий хайк марусь растяжение ляжек она говорит она где-то вчера все окорочка растянула непонятно где на стульсе а в офисе на стуле так но мы идем семер в одном смотрите то шампунь ходу шолдерс до 2 в одном хрен там дерево 7 в одном вот смотрите сейчас я прямо внутрь зайду и покажу вот тогда видите один пенек и бум кверху все 7 просто обалденчик у ребятки пошли знакомые кустарники в них рябчики всякие живность живет вот и в на биксуре было написано что ребятки вот в таких аккуратно могут пумы жить у них гнезда там они сидят яйца высиживают как маруся пошутила когда я сказал вдруг здесь пума она горит она в гнезде прям сидит яйца высиживает так смотрите какая благодать тепловата но просто здесь на солнце я бы если вся дорога была такая я бы снял кофту и шарфик бы снял ушел бы футболки но так как мы в тенек заходим под кроны деревьев там довольно прохладно потому что на улице температура всего лишь 17 нет было 17 в городе здесь 14 или 13 градусов вот такой дорожкой налево пойдешь направо пойдешь прям пойдем по бездорожью вот ну ребятки вот отсюда пришли называется бенштайн трейл здесь еще rock springs есть а вот это называется сюда rifle кем что-то туда сюда а вот это куда мы идем ребятки здесь нет но машина карте написано кент трейл ребятки короче трейл с кентами сейчас сюда надо с кентами только ходить у меня маруся кентяра вот мы идем по кент трейл так ребятушки вот такая вот поле мы вышли и смотрите как во всех парках берете миско берете уголек приезжаете вот мангал стоит вообще идеально потрерро кемп и кент трейл 25 ярдов еще муклю как давай види меня кентяра это птичка альпийская ухты вот еще через 2,7 мили будет альпинская альпий альпин альпийское озеро и по трейлу кента мы идем к альпийскому озеру это будет ровно половина мы сейчас прошли только одну целую три десятых мили до озера 2,9 или 2,7 я уже забыл что-то мы нашли альпы и это будет только половина нашего трейла вот после озера начнутся огромные каскады водопадов как вам вот такая вот дорожка смотрите обалдеть как насчет вот такого вот вида ребятки обалденно да эти горы лес кругом благодать по такой дорожечке там все горная речка вон там течет по такой дорожке идем дальше вот ребятушки смотрите какая благодать погода вот смотрите холмы горы а вон туда мы смотрим просто я гру маша это океан или залив маша нет залив я груда не не может быть залив это океан а потом получается так это же озеро дакат на котором мы шли сейчас телефона покажу как она отсюда выглядит вот ребятушки а вот и озеро смотрите бум она просто гигантская отсюда выглядит просто я вижу только одну часть вот это вот что за ельями за елочками разлапистое может все горит как люцернская такая клякса бам нафиг сейчас пойдем он оттуда я думаю будет лучше видно да ребятушки вот сколько время мы здесь не идем китайцы три китайцы или японцы не знаю короче азиат но не не и не японцы точно три азиата припарковались вместе с нами они пошли в другую сторону вандровать может быть мы еще увидимся но сам факт то что мы сейчас вот идем еще ни одного человека не мы не встречали вообще никого не не души не песка там ну вот здесь вот по моему я услышу крики по моему разговаривать люди прошли час и если это люди то это первые люди оси нет да по сравнению с прошлым выходными там действительно из людей в горах были пробки вся дорога забита людьми здесь вообще никого так что вот идем вот такая вот дорога пошла вот маруся греки напоминает реально шварцвальд мне не знаю мне не напоминает шварцвальд я не был шорт вальде последнее время да не был у меня шварцвальд знаешь чем ассоциируется будто шлюх или в сторону фельдберга или в сторону канделя и вот это или в сторону шауинсленда но вот это мне не напоминает ничего так ступенечки идем смотрите ребятушки какая дорога что тебе нравится это просто хлюпик у меня планировщик по полной ваще да так идем ребятку такой дорожкой прелестный мостик идем тут вон там вот речка аж просто шумарусь она прям нереально прозрачная обалдеть о эти водомера знаешь такие эти жуки которые просто вот на воде вон их три он гоняет друг друга видишь обалденчик просто прозрачная водичкой такой мостик я насобирал так идем у меня братана сегодня двоюродного еще днюха вот мне сейчас присылает фотографии из них алекс алис гудуцам гибурт так 17 лет большой стал молодец мы идем дальше у родного братана завтра днюха завтра мы никуда вандровать не пойдем поэтому брат тюня с днюхой тоже целых сколько ему 33 33 снюхой обоих ну вот ребятки мы снова вошли в лес вот дорожка идет вот она 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 и туда и туда и туда и туда и туда клёво как топ топ ступеньки для трусов бездорожью блин я прям как оландер наш но кайф какой смотрите какая природа пошло вот такой вот ребятки бездорожья просто спуск вниз без без лесен без них рена ну да ну мы мы идем по плану у нас через 20 минут начнется уже озеро через километр будет озеро там кто-то только что кричал колень какой-то что ли я не знаю я смотрите ребятушки мы наткнулись на редвуд какая красота бум и вверх метров на 50 на 70 до побольше будет вот она целый лес редвудов начался кайф какой птички попугаи какие-то голосят блин олени бегают ящерица лазит саламандры живность всякая караецкая деревья грызет стреском стрекозы бабочки шмел все летает здесь все есть сколько редвуда ребятки смотрите огромные столбы просто в небо уходят красотища трава караван кто а табор уходит в небо не караван слышь ты кстати давай посмотрим сегодня табор уходит в небо клубик не знает фильма табор уходит в небо я ее научу ребятки после двух с половиной часов через двух с половиной часов андеринга мужчина с собакой офигеть а вот ручеек смотрите протекает вот здесь вот более горная река шумит такой собачка блестный какой давай-давай прыгай и мы идем дальше первый люди отвечают за два с половиной часа индиана джонс штаны собачка пакет собачки чтобы какашки собирать в пакет а вода огромные редвуды пошли смотрите вот дерево упало тоже кстати тоже редвуд упал нет это не редвуд устала подержи твари там прям врага тулю попала и здесь прям и прям бух хрустнул огонь так идем омаш болото вот смотри прям реально болото у а здесь есть черепашки какие-нибудь я не знаю о маш тут прям вот я пошел в болото смысле она трухлявая вот я на нем прыгаю смотри какой она обалденная ребятки а дальше трухля пошла я стою обалдеть люди оттуда не мы такого ребятки не можем пропустить если упадем то это будет жестоко ну посмотрите просто какой какой дерево вот я просто показываю ваш твари наверх какие они облезли сверху вот вот эти вот сзади вот справа вот эти просто облезли огонь смотрите вот просто огромное поломанное трухлявое дерево посреди болота давай дальше пойдем то что-то как-то дошли до середины по слабоцки как-то стрекоза сейчас я поймаю подожди стой нефть ваша змея ваша змея быстрее 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 да вот под водой вот маленький змееныш сейчас телефона буду снимать видишь змея 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 вот она ребят это окончание хвостика она уплывая на туда к дереву плывет там голова возле дерева друзья на хавчик тащит лягушка и змею нет это змея есть лягушку лягушка не может змею есть да это змея есть лягушку нет маша змея вон голова на лягушку съела где я потерял где я змею а вот она вот обалдеть такая маленькая змееныш и такую гигантскую лягушку даже не влезет в нее где я видел как анаконды лопались от аллигаторов так что вот ребятки идем дальше так ну вот ребятушки такая панорама этого болота все лягушки конец змею заточила ну вот идем дальше обалдеть пошли по показать большая змея нас не съела и не утащил оттуда пойдем марусь тут смотри марусь тут овраг вот осыпалась видишь вон оттуда деревьям по наломила и вон речка шуршит оттуда прям мини-водопадик так идем сколько нам еще до водопада а до озера я до 100 идем ребятушки смотрите какая красота сейчас думал ящерица побежала побежали побежала передо мной оказывается это я на веточку наступил реально эту сдрагиваю просто хожу вроде ну блин чана сделать но один хрен как-то не по себе как это живность бегает передо мной я ее не вижу кто говорит что он не такой ребятки вы в лес ходите гулять по городу никого не бояться это одно в лес попереться который вы не знаете не ну а в германии чего в германии вообще пофиг там не медведя не волков вообще никого можно идти а там никто не укусит там и змей принципе ядовитых то у нас нет а здесь здесь все есть здесь есть пума есть мишка есть койот есть змеи есть клещи кстати они тоже в германии здесь все и здесь полный набор реальном ребятки можно пойти в лес или вернуться а мы идем и обязательно вернемся юху ребятки почти пришли вот перед нами озеро обалдеть но я марусь уболтал на 6 гопро обалдеть а то все в сентябрь до сентябрь но скоро будут выпуски ребятки с камеры со стабилизатором вот не будет она трястись будет все обалденно все чики-пуки в следующий выходной мы летим в лос-анджелес я думаю я еще с этой поснимаю потому что не успею ту купить потому что надо гучаин выписать пока гучаин придет то у нас есть гучаин на который можно тратиться тут в разных магазинах и вот на электромагазин тоже выписать через две недели придет потом я куплю гопрошку так что вот тогда ребятушки а вот и озеро ну а оно кстати не чисто на мутное такое я думал он будет прозрачная как бы альпийская называется а болото в него заходят а вот альпийское озеро сейчас прям фон туда вдоль него идем ищем местечко где-то кушать я голодный а налево до helen mark trail ok идем по ленкиному рыночному пути но ехали ну вот ребятушки вот оно озеро альпин лейк а ну прозрачная маша чё я говорю оно казалось не твори да ну прозрачный а ты потрогаю нет я сам хочу холодненько да нет она как уфингерзе она теплая обалдеть просто красотища ребятки посмотрите я просто в восторге но теплый ну главный знак стоит купаться нельзя все мы делаем привал кушаем потом идем дальше ну так вот ребятки мальца яйца паприка сырочек сосиски хлебушек где о не этот не урод она ящерицы ящерицу поймала и охренеть отпусти я это не урод она ее есть маша у них нет она вцепила и тащит ну я знаю что любовная игра ну блин отыгрыш ящерица урод хренаси урод она прям хотя голову поймала игорь пошли со мной все у другой ящерицы выбора нет а вынимай а если это ящерица если два пацана калифорнии в калифорнии все возможно в самом франциско ребят так что вот идем кривые деревья ребятки он снизу озеро мы его обходим его не видно а хотя вон чуть-чуть видно и вот такой реальный спуск суровый ну вот видите да вот как тропинка и под наклон если соскользнул то ушел кстати нам на пока мы ели сидели на встречу нам еще пробежали два-три деда собачками и одна бабушка просто бегали вокруг озера и подошел один китайский дедушка и говорит вы что-то поймали маша говорит ага яйца и сосиску я такой поворачиваю одну руку сосиска в другую яйцо и сижу точу он такой поугарал она говорит как мне пройти туда-то мы говорим чувак мы из леса вот иди туда ищи сам и он побежал дальше вот мы идем мы идем дальше первое журчание реки но еще не водопады на водопад еще полторы мили смотрите вот дорожка вот так вот как как сан-франциско буграми и вниз и вниз и вниз и вниз и здесь вот прям реально если здесь соскользнулся соскользнул то тебя река и унесет в озерцо где написано нельзя плавать и ты будешь против закона плакать смотри там мост снизу мы сейчас спустимся и походу по нему пойдем хорошо обалдеть идем какая прелестная погода ребятки я вот все равно жалею что я не взял шорты если не проснулся выглянул в окно ошибка начинающего всегда ж фиговая погода в сан-франциско нафиг с утра а через час как говорится не нравится погода подожди пять минут это про сам-франциско действительно так что вот идем так ребят но вот собственно говоря и мост смотрите бум у нас такой красота морозь смотри вон оттуда прелесть обалденчик и здесь вода прозрачная прозрачная и прям в озеро с гор ребятки смотрите прям реально пошел папоротник вот смотрите красавчик какой влага река рядом обалдеть тут явно никакой засухи озеро горная речка только деревья вот иногда вот так вот с корнем переворачивать смотрите корень просто в корень вылез колен вы корень вылез в корень он тут был да смотри где он был маш он просто на плите был на каменной плита и поэтому малый хват вон оттуда его вырвала и вот сюда он просто лишь папа по скале рос а потом когда ствол видимо большим стал он сказал ну нафиг устал я стоять горит лягу а вот он здесь корень оттуда остальная часть улетела ну что дальше выше это щебетульки заросли пошли по полной просто я думаю надо в эту кофточку свою упаковать в рюкзак ну нафиг жарко очень жарко абсолютно безветренно нам с погода вообще реально везет когда мы куда-то едем вандровать идеально солнце слепит голубое небо без единого облачка но нас закрывают деревья да да здесь жар и мы идем первый водопад это шутка смотрите как клёво так я здесь не утону я вот он прям из-под земли реально прям из-под земли фигачит вот красота какая так а мы идем дальше ухты ребятки а вот это уже не нам куда вон туда идти правильно вот здесь можно вот так пройти хрен мы не ищем легких путей сейчас вам покажу если вот по этому дереву мы пойдем но мы точно по нему пойдем хоть она трухлявая он водопадик какая красота ухты да уху он у мягкая трухлявая такое вообще просто смотрите маруся идет час я сходка и вернусь видимо он ей делает предложение держите за две руки или говорит ты скажешь нет маша я бы здесь искупался отвечают да о да эти не мешаем и начал один для себя такой хочет там все выбрать смотрите какая прелесть сейчас покажу и она туда вниз уходит и туда сейчас все на ту сторону пойдем красота девушка прям в кроссовках носик вот залезла просто обалдеть смотрите какая прелесть там и что ради салфика не сделаешь говорит как она забежала и споткнулся прям воду прелесть и какая прозрачнейшая вода так ну ребятки я пришел прям к истоку и водопад прелесть просто какая девушка реально просто по воде ходит он прям буду нафиг по лодыжку ради салфика я не понимаю прикола но она это делает так помню кто-то написал мои пишите им фотки тоже скидываю смотрите какая прелесть ну так вот ребятушки вот никого нет вся водится для меня кайф ну соответственно ребят еще из телефона показать всю эту прозрачность обалдеть и ушли redwood в небо голубое небо и слепит солнце ну вот мы спускаемся собственно говоря деревянному мостику и туда вот эти все каскады уходят к озеру посмотрим что здесь есть мостик собственно говоря из местного материала и сделан дерево напополам расфигачили вот или даже два дерева папоротников а скуку на этом камне красиво ну чё мы рассмотрим сюда или не стоит это чё вид ну такое да нам надо обратно наверх ребятушки так что идем наверх так ребятушки а мы решили дальше поэтому что пройти потому что ты судя по карте спустя 3 через 300 метров примерно будет большой водопад мы решили все-таки пройти раз уж мы здесь ага хорошо сейчас пойдем посмотрим что же там за водопад и покажем вам вот ребятушки какие 300 мы даже 100 метров не прошли за поворот сейчас вот спустимся вот отсюда что-то видному у ее тут просто дороги нет да марусь потом горку сюда запилим ну да вот он водопад я обязательно хочу идем смотреть там же птички сверещат вода ребятки ну не зря прошли но как-то вон туда еще вниз утекает и вон туда маш там он тоже есть ну вот собственно говоря такой вид вон сверху видно здесь там прелестно вот здесь бы сейчас под него встать ополоснуться стена красиво на паре тут как как бассейн такой маленький кайф но теперь ребят чтобы вы понимали каким путем мы спустились просто вверх вот видите дороги нет давай марусь а мы я здесь пойду просто вообще жесть грязь которая ноги скользят его мою горка процентов 70 кверху дема и на вот люди идут идем тоже наверх кто вот ребятушки вот они водопады все вдоль туда вдаль идут вдоль дороги а ух ты какой корешок перевернутый а вон тоже видишь на скале роз его просто перевернула ой 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 здесь скалистая порода и деревья на них как бы растут сегодня все хорошо но рано или поздно вот смотри тоже марыс обвал был вот 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 видно как корешки плетутся смотрите здесь камни скала снизу и вот получается деревья вот они корни пускают просто вдоль камня потом когда держаться уже незача вот это например дерево рано или поздно я думаю вот тоже здесь не будет вот кругом папоротник такой кайф и мы идем вот еще что-то подобное красота можно сесть просто привал сделать наслаждаться то что и слухом и видом обалдеть ребята жара от солнца такой зной и вот это вот влага от этой речки это просто вы не представляете какой кайф я сейчас пойду туда и прям голову в эту горную речку окуну походу ой марусь этого лоб не разбей вон там по глубоко я я это сделаю наверное сейчас я вернусь все я если честно охренел с такого столба вот это да я как аватар блин прям наверх какой маруся тоже экстремал пошла на фоткалась аккуратно вот эту ветку я выбегал обратно и ветку как плечом воткнуть ссади на царапины проткнул плечо блин больно ничего до свадьбы смешно да идем боже мой как круто ребятки среди этих папоротников и в теньки рядом журчит речечка ой 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 восхитительно воткнулся в это дерево баран все сего разгона ссадина потеть буду будет больно так что идем нет ребятки я не выдержал я пришел помочить ножки сейчас похрен ей в трусах залезу тут просто прелестная вода вот хоп 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 хэй ла ла лэй смотрите вот прям целая ванна для сережки даже огонь о да ну все я разуваюсь и пошел я воду первый пошел ребятки я отвечаю вода я думаю ой какой кайф обалдеть маша я бы сейчас отвечаю себе здесь вот просто дорога проходит люди ходят я думаю они меня не поймут но я бы здесь занырнул у да ребятки о да кайф обалденчик марусь вот да блин камни острый еще а да ноги ошколит да она хорошенькая ледяная о да обалдеть смотрите ребятки какое дерево умершая так раз обходим его бум его термиты все все сожрали полностью все дерево вот не тяну брум посыпалась туда от это вот ну вот оно шатает смотри марусь вот все в ямках терминал не сели ушли вот это еще не шатается так что вот идем дальше легкий вариант из джинс шорты на рюкзаке парк рейнджер звезда шрифская звезда такая огромная шрифская и сзади рюкзак такой полицейский маленький не полицейский а знаете армейский такой военный такой у них серо-зеленый такой черепаший да и прям сзади так парк рейнджер шляпа все дела у настоящий шриф идет ухаживать тут за природой следить за порядком шов наши полицейские ходили по лесу ребята и следили за порядком я про немецких про русских вообще молчу так что вот идем змея я вижу вот огромная змея где видишь нифига себе змейка диана где сюда и где ёмая вот такая длинница ну в полметра тоненькая вот такая вот наверное но в длину полметра и туда прям обалдеть маленькая такая это темно-серая темно-зеленая такая что-то вроде не знаю явно не ядовито потому что ядовитых как известно только водяная и гримучая здесь вот нем хотя вода рядом сможет водяная ядовито и иди сюда ступенечки опять водопады 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 нам еще выше вот ребятушки тот рейнджер которого мы видели он приехал на это машине у него монитор работает он ушел гулять монитор да действительно работает кстати самый прикол то что в городе машины такие вот стоят полицейские припаркованы а полицейский кто взял дубинку и пошел просто патрулировать тут мы живем жили пока не до сегодняшнего дня мы уже живем на нашей квартире то есть мы съехали и старый вернемся туда буквально на часок и хватаем мы уже все вещи перевезли только забираем наш компьютер и едем на новую квартиру так вот там где мы жили возле старой квартиры в этом отеле там рядом вокзал я видел просто шериф от закрывает машину притом даже не на ключ ни на чего просто захлопнул дверь взял дубинку пошел патрулировать вокзал в машине у вас отвечаю штурм гибер прям настоящий автомат и не знать им типа винтовка м16 или что-то такое не знаю чем они пользуются американском оружие я не специалист но сам факт то что ствол в машине и возможно здесь тоже какой-нибудь дробовик или что такое в машине лежит то есть порядке вещей тем самым мы вышли вот смотрите какая поляна прелестная и здесь туалет прямо мы идем вот она как ребятки вот дорога вот дорога но это нам ваннером нужен вот мимо туалета да действительно туалет и вот продолжается поехали осталось буквально четверть маршрута то есть около часа пути меньше даже вот ребятушки устья реки оттуда так сюда и потом опять он туда закругляется и вглубь и вглубь и вглубь а мы почти уже к машинку подошли я чувствую идем еще такой мостик вдоль речки передвигаемся все по-прежнему почти все уже где-то минут пять назад было 0,9 мили вот идем у ребятки смотрите тут и гидран стоит и целый чан с водой если короче тут пожар будет или что вот они отсюда тушить будут вот пятенька смотри пикник делает пишу эту лесу она рисует что-то там пишет записывать какие-то ну такая вот ребятки красота и вот буквально поворот да мы туда в лес пошли ему все так у такого круга ляда ли с этой стороны вышли сейчас скоро машинка будет тогда ребятки но и вот и наша ласточка стоит без номера еще кстати я вчера номер заказал мы заказали мы заплатили и вот нам пришлют когда его поехать забирать номер 103 бакса стоит и 83 каждый год так сказать а ну вот вот наш выпуск подошел концу находились мы здесь как с тех пор как мы покинули машину и вон туда и на право прошло три часа и тридцать минут а три часа и пятнадцать минут сори из них 15 минут покушали 15 минут мы мочили ножки то что 245 сам маршрут нормально вот такой бодрячком так что переобуваемся садимся в машинку и едем домой но не домой нас еще одна поездка будет она этому по закончился следующий раз мы увидимся ребятки я думаю они думаю через четыре дня мы в ла когда полетим вот тогда и увидимся